Википедия, в первую очередь, в Википедии. Очень важная, наверное, тема, потому что пример Википедии может служить какой-то степени образцом для работы, которую делает в Википедии, а все остальные. Ну, для того, чтобы этот разговор у нас был более компетентным и предметным, я вот сегодня хотелось сделать набор из, скажем так, классиков Википедии, Андрей Викторович Кузко, допустим, к сожалению, не нашего университета, а Гордону, после 2005 года он сам активно работает в Википедии и является одним из администраторов Википедии, то есть тех людей, которые этим процессом всем управляют. В Донецке у нас один администратор. Ну, фактически, китай, но у нас в Донецке один администратор Википедии. Вот сейчас он перед вами, Андрей Викторович Кузко. Я вам предложил минут 15 рассказать о том, как работает все это. вся эта система, так, и у вас будет возможность задать вопросы, касающиеся Википедии, ее организации, ну и всего, что к этому может иметь отношение. Может быть, вам удобно будет в трибуна? Давайте в трибуна. Я хочу отрекистрировать внимательно слушать. К сожалению, это преподаватель, я полоска уже тренированная, и он может руководить. Так, а у обычного человека, насколько вам кажется, будет переключать тех, кто с завершенными заданиями, да? Поэтому максимальная тишина, будет возможность задать руки, когда появится возможность задавать вопросы. Хорошо говорили? Все, слушай внимательно. Здравствуйте, Радмин. Я вкратце обрисую ситуацию с проектом Википедия, плюс некоторые близкие проекты, которые управляются фондом Вики-Медиа. Этот фонд был создан около 10 лет назад, чуть больше 10 лет назад. И своей задачей ставить распространение, свободное распространение знаний в мире на всех языках. Этот фонд управляет частью проекта, который построен на технологии Википедия. То есть, та технология, которая разрешает изменять текст, изменять изображение в реальном времени, пользуясь только одним браузером. Любой человек, у которого есть подключение к интернету, и браузер может зайти в любой из этих проектов и вместить свой вклад в общее дело. Фонд распространяет свои материалы, ну, и материалы авторов, которые в этом участвуют, на условиях свободной лицензии Creative Commons. Эта лицензия позволяет в простой форме показать, что автор не против свободного распространения материалов, как в интернете, так и в печати, и не против создания производных новостей. Например, кто-то может взять схему, нарисованную аниме автором и добавить туда что-то свое, или перевести, или взять статьи, написанные в Википедии, перекомпоновать, взять из нескольких статей прогнознации и сдать в виде новой статьи. Ну, единственное условие, что надо ссылаться на первоначальных авторов и надо сохранять эту же свободную лицензию, чтобы люди в дальнейшем ее использовали и вашу работу. Среди проектов фонда Википедия, самый главный проект, это Инстоклад Беднец. Кроме нее есть еще дополнительные проекты, это Викисклад, проект, направленный на работу с изображениями, с файлами, видео, аудио, таблицы, схемы. Проект Викитека, это проект по собранию оригинальных текстов, тексты, которые уже опубликованы каким-то автором в каком-то серьезном солидном создании. И эти тексты не меняются, они хранятся в таблицах автора, публикованных. Если в Википедии статьи могут редактировать в дальнейшем другие участники, то в проекте Викитека сохранятся оригинальные тексты. Проект Викиучебник, проект по написанию каких-то руководств в самых разных областях. И проект Викиверситет, проект направлен на дистанционное обучение, где собираются какие-то группы людей, которые пытаются изучить какую-то тему. Есть какой-то эксперт в этой области, и он берет какие-то задания, какие-то причинные материалы. Большинство проектов созданы на всех доступных языках. Где больше носителей, там, естественно, развитие этого раздела больше. Где меньше носителей языка, где разделы находятся в более огромном состоянии. И одной из задач фонда является поддержка малых языков. Две языков, у которых мало носителей, создаются проекты на этих языках. В том числе и на искусственных языках есть отделы на эти рамки. Все проекты связываются между собой с ссылками, которые называются «Отравить». Можно зайти на популярную какую-то статью Википедии и увидеть, что она находится не только на русском языке, но и на английском, на английском, на английском, на английском. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Вверху страницы любой желающий может увидеть кнопки для управления самой страницей. Вы можете статью прочитать, обычно читателя можете отредактировать и внести дополнительную какую-то информацию. Вся информация, которая вносится в этот проект, должна удовлетворять несколько условий. Во-первых, эта информация должна быть написана в виде закон факта, подачи определенного стиля. Во-вторых, эта информация должна быть написана либо вами самостоятельно, либо авторам, которые разрешают использовать на слое лицензии Грэдзиума. Либо это тексты, которые находятся в общественном индустрии. И тексты авторов, которых умножили более 70 лет. То же самое, кстати, это отражение. Если вы добавите текст, соответствующий любому из этих правил, либо там написали, либо общий доступный текст, то ваш сплак остается, если вы добавите текст, как туда текст вы сказали, либо добавите текст, который написан не в таком формате. В каждом формате надо какую-то реферацию ставим. Поэтому мы очки иметь, да? У Саша такие, а у меня наши. И я хотел бы узнать, кто из вас пробовал что-то добавлять? Два человека, да? Хорошо, вы идущие потоки не отдают. А кто читает? Читает статью. Давайте вот так, подумаем с вами. А кто хотя бы раз в неделю попадает на декипетию? Ну, вообще есть такое соотношение, что за 90% читающих, где здесь продукты пишутся? Ну, то есть, по детям, по числам, где-то больше, значит, пишутся. Текст, который вы можете добавить, он появляется моментально. То есть, если вы начали нажать правка, внести какие-то изменения, нажать кнопку «Сохранить», то эти изменения будут доходить на все номер. Ну, в связи с этим есть, скажем, проблема поддержания качества. Правка может быть начиналась до участников, да? С добрыми намерениями, так и со злой. Все правки хранятся в истории права. То есть, вы можете увидеть, какие авторы какие изменения вносили. И можете оценить эти изменения, сравнив две версии. То есть, видите? Вот это вот изменение, явно оно не походит под формат антиклатезии. Ну, смотрите, следующей правкой кто-то увидел, что было такое изменение, и его убрал. Вот оно времени прошло. Одна минута. Это правка продержалась ровно одну минуту. Все дело в том, что... На самом деле, на самом деле, некоторые такие правки продерживают? Да, месяц. Нет. Потому что, как правило, больше месяца я туда скажу. Есть список свежих правок, которые доступны всем участникам. Мы дошли на него. И видим, что все правки, Влад, записаны. Всех они записаны. И так как есть у нас хорошая система контроля версии, мы можем не бояться того, что кто-то что-то использует. То есть, если была внесена какая-то деструктивная обрамка, ее отказываются. То есть, возвращаются к вешке и станет, чтобы были нормальные тексты. Ну, это простой вариант, когда явно видно, что текст не подходит. Есть более сложный вариант, когда у нас участники стоят на разных идеологических позициях по поводу одного и того же предмета. Например, допустим, какая-то компания хочет тебя прорекламировать. Например, допустим, какая-то политическая партия пишет вторая партия по программам. Надо как-то это регулировать. То есть, есть набор правил, который это регулирует. Есть какие-то институты, которые созданы в Википедии для работы с подобными ситуациями. Ну, во-первых, есть правило, что вся информация должна быть основана на независимых авторитетных источниках. Это значит, что рекламу уже не получится добавить. То есть, если компания добавляет свои рекламные материалы, то ее статья, скорее всего, будет удалена, потому что не подтверждено в режиме источника. Например, с книгами, с печальными газетами. Или, допустим, если какое-то исследование, которое отличается от того, что вложиваются в науке, пытаются автор теории добавить материалы. Такие практики тоже будут откачаны, идти и удалены. Но в более сложных случаях есть обсуждение. Ну, допустим, если взять какую-то статью о подобной теории, то есть, видите, есть страница обсуждения, где уже написано очень много. Сколько было зрелики в виде, я разный сложный момент, когда я не знаю. То есть, вот спорные моменты все обсуждения. Бывает, что для подобной статьи, а на обсуждение, игрока лучше, чем сама у техническая статья. Ну, и есть механизм удаления статьи, страница согласия к удалению, где подобные спорные статьи, может быть, в любом участке выставлены, и другие участники обсуждают соответствие статья правильно. Итак, что у нас должно быть? Должна быть статья нейтральной, а во-вторых, статья должна быть основана на авторитетных источниках. То есть, где-то должны быть публикации. Еще один инструмент для управления качеством статьи – это патрулирование. То есть, если мы заглянем в ту же самую статью, мы увидим отметки, что у нас есть отпатрулированные версии. Он не подписан, а патрулирован. Есть несколько участников, которые занимаются патрулированием. Они смотрят вот эти новые правки и думают, соответствует эта правка? Задача проекция, правила проекта. Если да, то они в этой версии получаются от патрулированных. Если нет, то они ее отказывают. И можно настроить саму статью, в какую версию отказывают. Либо в самую последнюю, которую добавили, либо в самую надежную, патрулированную. Большинство статей состоит в версии последней нити. А часть статей, это статей на спорной тему, статей, которые обладают каким-то статусом, они стоят в версии, стабильной версии. То, что я говорю в статье, обладающей статусом, это вот эти статьи, которые появляются на заглавной странице. Есть у нас издранные статьи, есть хорошие статьи. Избранных у нас уже 430 штук, хороших 2019 года. Что это за статьи такие? Это статьи, которые соответствуют набору правил кандидата. Мы, кстати, можем взглянуть. Допустим, кандидаты в избранные статьи, требования к статье. Видите, тут целый список и 12 штук, где соответствуется, что должно быть. Объем статьи, источники, оформление, стиль текста, отсутствие ошибок и так далее. Когда статья дописана до такого уровня, что она может быть номинирована в хорошей линии татуры, она выставляется на обсуждение. Здесь идут обсуждения каких-то статей. И авторы, другие авторы, могут высказать свое мнение. Могут высказать замечания, могут высказать поддержку блюда. Рассказать научились. И так происходят, в принципе, все процессы в Википедии. Как присвоение статуса статей, так и удаление статей, так и выработка каких-то правил. Все решается всем сообществом авторов. То есть любой участник зарегистрированный, даже не зарегистрированный, может высказать свое мнение. А есть какие-то типы голосования, где могут участвовать только опытные редакторы, у которых уже несколько тысяч параллельных, тысячи, 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 тысячи. Это обсуждение, связанное с выбором администраторов, с выбором патрулирующих. Это такие же участники, как и все остальные, только обладающие дополнительными возможностями. Патрулирующие, как я вам говорил, могут ставить пометку на статью, от патрулированной или нет. Администраторы могут удалять статьи, могут восстанавливать удаленные версии статьи, могут блокировать статьи от редактирования и могут блокировать участников, чтобы они не участвовали в этом направлении, если они вносят какие-то деструктивные франки. Все это богатство работает на Викидвижке. Медиа Вики он называется. Здесь вы можете увидеть его логотип, ну и перейти на сайт разработчиков, который точно так же разрабатывается добровольцами, добровольцами программистами. Он точно так же, как и основное содержимое, лицензируется по Собуму Летхарс. Но, кстати, насчет лицензии здесь вы можете увидеть то же самое. Это не единственный Викидвижок. Есть много проектов, построенных на других движках, которые разрабатываются другими разработчиками. Но, на мой взгляд, он является наиболее проработанным за счет того, что проект обыгранен. Ну и вообще, все проекты, которые основаны на коллективном взаимодействии пользователей, веб-губленных проектах, они зависят от сообщества. То есть, чем больше функция, чем больше мы мотивированы, тем будет высший качество проекта. Кроме Википедии, допустим, на подобном принципе построены другие проекты. Кроме Викимафия проект тоже построен на взаимодействии пользователей, которые могут размечать карты, но он немножко на другой идеологии. То есть, здесь те изменения, которые относятся, они принадлежат компании, которая владеет этим сервисом. А вот, допустим, проект OpenSuiteMap. Вот он и на схожей идеологии построен, и на схожем движке. Найдем Данил. То есть, вы можете увидеть здесь, вот в этом проекте, карту, которую рисуют тоже добровольцы. И точно так же увидеть историю изменений и автора, который работает на этом проекте. Но здесь, в отличие от проекта Википедии, вносятся данные картографические, то есть какие-то треки, наживая треки. Но вернемся к Википедии. Как я сказал, между участниками, которые стоят на разных позициях, на разных идеологиях, возникают конфликты. И эти конфликты регулируются либо администраторами в простых случаях, то есть, когда, допустим, один участник на другом или активно вносит свои изменения, не считаясь в ближайшее редакторами. Либо для сложных случаев есть арбитражный комитет. То есть, это несколько наиболее, скажем, авторитетных участников, наиболее уважаемых, которые раз в полгода избираются для обсуждения более сложных проблем, которые есть в проекте. И они после обсуждения этих проблем наносят какое-то решение, которое потом выполняют хорошее. Продолжение следует... Ну, это зависит от раздела. Если говорить о русском разделе, то там около 500 проектов статей везде. А у кого? Английский, ну, я не знаю статистики, но считаю, что там больше. То есть, чем больше носителей языка, тем активнее идет обработка. Ну, и какая часть из этих 500, условно говоря, выживут? Ну, тоже сложно оценивать, но часть статей удаляется. То есть, часть новых статей, это просто тестовая данность. То есть, какой-то участник добавляет какой-то бессмысленный текст, либо текст. Просто, скажем, хулигатский текст. Особенно все эти напишут, что это нехорошее. Вот. Такие статьи удаляются сразу. Статьи испортные. Например, та же самая какая-то компания написала себе, но непонятно, почему эта статья должна быть в энциклопеде. Эти статьи выносятся на осуждение. Ставится по месту, что статья вынесена на удаление, и участники осуждают. То есть, они смотрят, соответствуют для этой статьи каким-то критериям значимости. Разработаны критерии значимости для организаций, для людей, для каких-то... Ну, по более успешных соединениям. Допустим, есть критерия значимости для футболистов. Отборить так, что во сколько раз он вышел на поле. То есть, если я вышел определенно, то есть, на нем можно стать. Если не дотягивать, то это статья удаляется. То есть, если есть какие-то монографии уже, тогда есть шансы. Ну, вот у нас даже был студент, который не получил на астратуре для футболистов, а я не берусь, а не берусь, а не берусь, а не берусь. К сожалению, был. Был студент, который прошел практику на астратуре, в том числе, чтобы пройти в каком-то уровне. Ну, наверное, если вы даете студент... Основное правило это, что по предмете статьи должны быть независимые публикации авторитетные, которые позволяют подробно описать. Какие-то категории надеются. Ну, в принципе, да. Но, опять же, это вопрос в том. Если какая-то астратия желтая, то есть неэскорректность. То есть, если это серьезные данные, то... И, опять же, что, например, по какой-то день. Если на астратуре какие-то события, то есть неэскорректность. Точно. Если какие-то фундаментальные данные, то есть неэскорректность. Еще раз. Сервера находятся во Флориде. Ясно. Во Флориде. То есть все сервера... Они находятся под обслуживанием фонда Вики-Медиа. Плюс есть какие-то сервера, где фиширование идет где-то для выказов сервера. А можно сказать, что в Википедию ни одному серверу в России не фишировали все серверы? Пожертвования. То есть все вот эти проекты, они держатся только за счет пожертвования. То есть проект некоммерческий и все средства для его содержания завываются как раз через либо читателей, либо активных авторов. Каждый год идет, сбор средств идет регулярно, но каждый год вывешивается баннер с просьбой пожертвовать какую-то. И причем довольно большие суммы, то есть около восьми миллионов долларов. Я думаю, это можно найти где-то. То есть в распилках фонда, в описании. Ну, Нагрузка очень большая, потому что, во-первых, проекты на более чем высокий этап, во-вторых, есть проекты о кислоте, где хранится изображение, аудио и видео. Там, естественно, на только больше. Ну, речь очень недавно шла об особости. Нагрузка высокая в этом, скажем, тоже группа, который работает уже миллионами, семянами. У нас в тех, кто в бюджетах поиска, есть материалы в Википедии, в первую очередь, соберешь участие Википедии, соответственно, от данного, через Google и другие производства, где мы участвуем. В Википедии относятся к десятки самых прочищаемых, как вы все эти слова. Да, еще вопрос. А у вас, как я, с нее действуют какие-то версии, где, как могут останяться здесь, где, и в какое время, чтобы удалить это? Ну, понятно, что все изменения начинают с самой первой версии. Ну, единственное, что администраторы могут удалять отдельные версии, ну, скажем, если там были фонтальные какие-то изменения, или, допустим, добавлен текст, нарушающий авторские права, автор фонт. То есть эти версии могут быть удалены. А так технически... Нет, нет, они могут быть потом... То есть есть у нас несколько уровней доступа, скажем, есть история изменений, которую видят только обычные пользователи. Есть история изменений, которую видят администраторы, им доступны удаленные версии. Есть еще группа участников, которая называется ОВСАИ. Они могут удалить версии так, чтобы их не видели даже администраторы. Только вот участники все этих самых ОВСАИ. Что касается удаленных статей, то, по-моему, они тоже хранятся постоянно. Они просто не видны обычным участникам, но администраторы могут их восстановить по запросу. Но, опять же, есть процедура восстановления. Скажем, автор статьи опротестовывает решение удаления. Он пишет с этой профессиональной страницей, потому что, вот, на самом деле, соответственно, здесь правило. Опять же, идет обсуждение. И после этого обсуждение статья может быть либо восстановленной, либо поставленной удаленной. Что касается удаления изображений, то раньше старые версии удалялись, ну, примерно через год. Сейчас, по-моему, хранятся дольше. То есть, место на серверах были добавлены дополнительные сервера, место стало больше, и, в моем, неограничено стоять. Но еще 15 минут не было. Да, у меня есть доводие. У меня есть доводие. Ну, я участия в разработке сам не принимал, но это все тоже есть отдельный проект, есть реки сайта, где можно принять участие тоже добровольцем и посмотреть более конкретные технические спецификации. Плюс сам движок на свободной лицензии, можно любого желающего поставить себе на сайт, где вы построите. И даже материалы можно скачать там, материалы по себе дали. То есть у нас таким образом уже нечислился по поводу проектов, которые, скажем, про технические виды, только тех, чтобы в меньшем месте задерживать, да? И, ну, обильно, где-то все это снабжают рекламой, да? Тексты вроде те же, и вы используете, она хорошо находится, но в отличие от реки Гридии все усеянно. И, в принципе, это не нарушает никаких... Нет, ну, если они выполняют условия, ссылаются на первоначальную версию, соблюдают лицензии по той же лицензии Гридии по стране, плюс у каждого автора в этом не нарушают. Да, хорошо. Еще раз. Есть у нас участники, у которых есть технические средства для проверки аккаунта. Они называются чек-юзеры, у них есть доступ к IP, с которыми правят пользователи, плюс есть доступ к юзер-агентам или пользователям. То есть, с какого браузера они пользовались, с какой операционной системой. И сравнивая эти данные, можно с какой-то долей вероятности сказать, что эти два аккаунта принадлежат самому пользователю. Ну, ситуация сложная, потому что с одного IP может править несколько человек, у человека может быть динамический IP, тоже нужно определить. Ну, еще, ну, скажем, такие психологические есть в портах определения. То есть, если совпадает IP, плюс еще человек пишет определенные манеры, один аккаунт, что создал, а то что-то другое, то, может быть... Нет, это только по заявкам. То есть, есть, скажем, нарушители, которые заблокированы, и которые пытаются обойти вот эту блокировку. И подается запрос, что это начинка, чтобы они проверили. Все пользователи не проверяются. Ну, и вообще, конфиденциальные данные всякие, ну, он старается охранить. То есть, просто так, чтобы проверить. Ну, есть. Ну, есть. Ну, насчет автоматического оценения сейчас тоже, потом повторим. То есть, есть набор фильтров, которые могут править администраторы, которые, ну, могут какие-то автоматические действия на создание статьи, скажем, вводить какое-то регулярное выражение, и проверяется заголовок, статистику, статистику, если идут какие-то совпадения, ну, скажем, внецезурную палату, кстати. То этот фильтр может либо выбрать предупреждение, либо там отклонить вообще эту правду. Плюс есть инструменты, которые находятся на отдельном сервере, tool-сервером бывает. Там, ну, во-первых, есть прямой доступ к плате данных, а во-вторых, ну, есть какие-то скрипты, которые направлены на автоматическую работу. То есть, создать какую-то информацию. А за счет второго вопроса еще разочек. Ну, тут больше все на... На разотовоке вводок, да? То есть, обводок. А, обводок, да. Ну, я не сказал, что тут интеллектуальные какие-то системы используют. То есть, больше тут ручная обработка. Фильтры, ну, просто набор программ. А автоматическая обработка еще доступна при помощи программных средств вводок. Есть какие-то уже готовые фреймверки на разных языках программных средств. Есть на Python, на Первый, на .NET. Через API можно доступ получить к тетенам. И вот через эти программные средства можно автоматически по какому-то алгоритму отнять статьи. Ну, например, на фотографии направителя какие-то. Добавляют в участки текста. Или можно вообще создавать новые статьи. Программисты все равно на компьютере формируют текстовые файлы какие-то. Из каких-то бах данных. По табличным данным. Заготовки статьи, несколько абзацев. И эти статьи автоматически готовятся. За счет этого тоже идет второй разъем. Экспедиа с детства трудников. То есть, это проект, который только добровольцы. То есть, все авторы статьи работают на числении студии. А вот фондовики медиа, то есть, организация, которая управляет. У них есть какой-то новый сотрудник. То есть, у них есть технический персонал, который зафиксируется. Есть какой-то там офис, где менеджерская работа. Работа с такими какими-то организациями. Вот эти сотрудники, они оплачивают. Нет, никто не хочет. То есть, все идет на численно связи. Ну, как, скажем, на принципах сообщества свободного программного достичия. Вот. Но, с другой стороны, можно вот эти вот тексты, эти изображения использовать коммерчески. Скажем, назвать книгу и подавать. Мы можем посмотреть. То есть, мы можем... Ну, у каждого раздела, естественно, по-своему. Чем популярнее язык, тем больше. Ну, вот, допустим, в грустном разделе у нас почти 650 тысяч в час. Вот. Из них за последний месяц хотя бы одну правку сделали 12, почти 12 тысяч. Вот. Ну, естественно, что не все аккаунты вживые. То есть, кто-то мог зарегистрироваться и запросить. Сделать обозначение. Или кто-то, допустим, завел, что-то нет как на самом деле. Ну, вот, конечно, благодаря компьютерам есть возможность очень точную статистику, да. Например, общее число правок 35 146 436. 436, да. Зарешаем. Хорошо, мы любим компьютеры. Да. Так что, давайте последний вопрос, потому что я обещал на двух часов больше задерживать. Кто отгенеривает последний вопрос, а кто-то предъявит. Да. Сколько вам? Да. Паша. Два. Держи. 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 Ну, у меня личный правок. Да. Ты сам сделаешь. Вот, всё. Держи. 360 тысяч. В моих около 130 тысяч, во всех проектах. Не только в Википедии, но и во всех проектах. Внутри Википедии около 70 тысяч. Плюс у меня есть бот и программа, при помощи которой я вношу. Есть простые правки, вот она уже 360 тысяч. Наверное, уже устаревшая информация. Прошло в то время, но она уже больше. А насчет мотивации, мне интересны какие-то темы я описываю. Я считаю, что если хочешь что-то изучить, то лучше всего это для себя. Какая-то структура должна быть, какая-то лент. Отсылки, допустим, на те же самые источники, которые мне позволяют сохранить в списках ссылок на интересные материалы. Которые мне могут подозраться и почитать там. Ну и плюс, я считаю, что это важный проект. И те знания, которые остаются здесь, будут доступны. Те же самые правки в этом разделе потом могут быть переходы. Так, ну я с тобой, правда, забываю на последний вопрос. А вот этот проект по истории Донецка, это что же у вас? Нет, это не мой проект, это проект моих знакомых. Ну, я сотрудничаю здесь, конкурсирую в каких-то, в той фотографии. Ну, вы, наверное, видели, что там в моих фотографиях. Ну, да, я интересуюсь историей Донецка, но основная оба, где-то. Такие по истории, что вы сидели. Ну что, хорошо, скажем спасибо. Пожелаем успехов. Ну и чтобы, надеюсь, когда мы сможем посотрудничать. Уже давно у нас есть идея создать вот такую группу свою, внутреннюю, тех, кто будет и участвовать в Википедии в этом проекте, и какой-то внутренний, может быть, проект такого вида сделать. Хорошо. Все, спасибо большое. Ну, я думаю, вам еще пока. Спасибо.